Я когда в первый раз ее увидела, думала, она очень строгая. Но это оказалось совсем не так. Мы все ее полюбили. Она невероятная. Я таких педагогов больше не знаю. Она находит подход даже к самому сложному ребенку. Мои мама с папой сначала не хотели, чтобы я ходила в этот детский сад, но Кэмбата же их уговорила. У меня мама тоже была педагогом. Она работала воспитательницей много лет. Я уже знала, на что иду. Я уже знала какой-то труд. Например, как некоторые... Ой, я думала, тут я только буду преподавать, уходить. А здесь нужно душу вкладывать. Нужно хотя бы этого ребенка полюбить, прежде чем что-то ему преподавать. В детском саду дети должны играть. В детском саду мы не должны отнимать у детей детство. В детском саду ребенок должен себя найти. Она меня научила лепить из пластилина. Я раньше совсем не умел, а теперь хорошо получается. Особенно машинки всякие. Берем карандаши и начинаем ребят рисовать. На облачке глазки, а красным улыбочку. Мы первый раз им даем карандаши, читаем. Мы каждый год, вот где скопление чабанов, где побольше детей, мы ездим туда. Многие родители подумали, что это все платное. Когда мы сказали, мы для ваших детей приехали специально. Хоть что-то вот от своего имени отдать. Они все не поняли, как это можно, если вам не платят. А некоторые родители, наоборот, начали помогать нам. Вместе с детьми приходить. И мы тогда для родителей мастер-классы начали проводить. Мы поняли, что вот эту работу нужно начинать с родителей. Классно, когда Кэмбата Женам вслух сказки читает. У меня в голове сразу картинки появляются. А еще люблю с ней готовить, потому что мы потом это сами съедаем. А все знают, из чего делают курут. Правильно, из творога. А творог из молока. Не забудем подсолить и вот так, так аккуратненько катаем шарики. Я, например, какие бы занятия не были бы, я стараюсь, чтобы это все было в игровой форме. Тогда ребенок быстрее понимает. Мы здесь показываем, что мы в коллективе, мы должны вот так вместе сесть, помогать друг другу. Элементарно мы учим. Когда они разуваются, заходят в юрту, они уже свои тапочки в стороночку откладывают. Я всегда говорю, вы думайте о тех, кто еще сзади вас идет. Мы здесь учимся не только рисовать и поделки всякие мастерить. Кэмбат Женам еще рассказывает, как правильно вести себя на улице, как со взрослыми разговаривать. Всегда очень интересно. Мы стараемся, чтобы ребенок себя чувствовал увереннее. И вот если он сегодня на занятия не хочет, мы его не заставляем. Потому что здесь у нас детский сад. Это не школа. Когда я утром прихожу на работу, радость в их глазах. Вот это самое главное. Что они улыбаются, что они ждут. Я без этой моей работы не могу жить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин